дорогие друзья гости нашего канала и подписчики наши для вас сегодня делаем обзор и для наших покупателей местных в кемеровской области кто приезжает к нам на рынке делаем такой маленький обзор по нашим хризантемом часть хризантем на 5 октября у нас осталось еще цветущими чуть-чуть которые пойдут на маточники которые вот сейчас заказ еще последний увезем немножко и хотим вам показать то что у нас будет на весну перед вами сейчас на экране белая хризантем к театральная это высокая срезочная хризантема корейская значит зимовку в зиму мы ее ни разу не оставляли в этом году попробуем частично и и прозимовать в нашей 3 3 4 зоне как бы у нас зима от зимы отличается иногда это 3 зона иногда это 4 зона вот так она выглядит цветок порядка 8 сантиметров размером крупный красивый хорошо набивной немножечко концы она как бы любит так при опускать вниз давайте следующую посмотрим хризантем q это хризантем к папоротти папоротти всегда выгорает немножко на солнышке и становится как интересный такой ситец слегка терракотовым отливом она хорошо махровая сердцевинки практически нет нет открывает у нее одна веточка одна веточка целый бутон здесь вы видите вот эту хризантем q в горшочке c2 дальше поехали перед вами хризантем к сонечка сонечка моя любимочка это вот украинская селекция они вывели эту хризантем q она в нашей зоне прекрасно зимует лучистая махровая и зимующие ну что может быть прекраснее крупнющие она невысокорослая у нее примерно около 65 сантиметров высоты кустик у нее обычно такой широкий приземистый густой такой прекрасный габитус у нее по всем характеристикам замечательная хризантема сонечка дальше переходим вот здесь на бутоне стоит у нас хризантема корейская миотида вы видите какая она низенькая даже на горшочке вот c2 вот такая она низенькая в отличие например вот в сравнении вот так можно вот так сравнение с театральной например да в два раза выше театрально она такая низенькая приземистая как называют и в центральной россии хризантема называют дубок вот и истинный дубок такой миотида нам не напоминает дубок а вот она уже в роспуске а вот она уже просто янтарно-медовая посмотрите какая набивная у нее вот такая шапочка вот такое красивое соцветие такая супер календула миотида в этом году мы ее тоже оставили часть на маточник убрали части и оставили зимовать в открытом грунте она устойчивая к заболеваниям наращивает огромный такой шаровидный мощный куст хорошо себя чувствует в открытом грунте не горит прям не выгорают цветочки отличная хризантема очень она приятная своим медовым оттенком а дальше можно видеть я вот рядышком их поставила чтобы сравнить лимонная сонечка давай еще раз вернемся вот лимонная сонечка переходим сюда медовая миотида и вот такая оранжевая кореечка название ее не знаю она уже у нас несколько лет прекрасно зимует в этом году в открытом грунте был просто шикарнейший куст вот такой хризантемы это у нас череночек зацветший большой уже мы срезали потому что нас были заморозки был снег это мы по корейской хризантеме идем так мультифлорки пока пропустим и вот у нас еще корейская хризантема линда линда у нее не очень хорошо передает камера цвет она больше лавандовая больше холодного в ее розовом линда высокая довольно таки сантиметров 80 высоты она тоже хорошо пойдет на срезку букеты очень такая приятная элегантный такой цветок размер большой от 10 до 12 сантиметров у нее само такое соцветие а дальше а дальше вот у нас была театральная и еще один сорт не знаю какой тоже очень хорошая хризантема очень богатая много дает бутонов хорошо цветущий долго цветущий куст движемся дальше и перед нами вот такой горшочек хризантемы частью же цветков отцвело она у нас была в контейнере 9 литров с черенка и нарастила вот такой куст очень нежная красивая чистейшего цвета белого клеопатра клеопатра всем хороша очаровательная магнетичная невысокая куст видите такой густооблиственный но не зимует в нашей зоне в кемеровской области она зимовать должна только в контейнере либо значит в подвале либо прикопанная и укрытая в теплице вот посмотрите какая она как будто прям нарезная красавица а теперь потихонечку еще покажем какие у нас мультифлорки сейчас вот наличии есть что можно хотя бы показать то что будет у нас на весну 22 года мультифлора коралловая тоже название у меня его не сохранилась кусты такие хорошие вот здесь повыше кустик вытянулся черенки стояли у нас очень густо поэтому перетянулись немножко теперь мои любимые да мне больше всего понравились вот видишь как здесь вот этот же кустик смотрите этот же сортик он уже пониже можно вот сверху показать какие у них красивые такие персиковые абрикосовые тона розоватые тона но чудо чудо конечно она мне тоже очень нравится и надо надо сказать что у нас они не зимуют в открытом грунте но вот там где у меня есть горка и на горке под почвой 15 сантиметровый находится шлак то есть влага уходила полностью и там хризи хризантема мультифлора перезимовала на ура там сейчас огромный огромный куст у нас стоит так кроме кораллового у нас будет красная темно-красная тоже красный цвет наша камера наша камера не передает но вот мне коралловая очень нравится цветочки не крупные три сантиметра два с половиной три вот но она настолько насыщенная яркая это тоже все что вы видите сейчас это череночки в горшке вот будет и такая ярко-красная есть брониндио вот такая низенькая красивенькая густенькая тоже очень мелкие всего по два сантиметра цветочки но когда в открытом грунте они прям плотные плотные здесь сейчас растения пересажены и немножко вот только-только в горшочке пересаживаем на маточники готовим зиму дальше у нас идет у white lady но вот один цветочек маленько начинает распускаться хорошацко мы из другого ролика попытаемся сюда врезать в этот ролик как она выглядит расцветшим кустом цветет очень рано white lady нацветает хорошо все бутоны успевает раскрыть и кустик невысокий высотой высотой 50 55 сантиметров примерно и весь покрывается белым белым цветом такое счастье у нас сегодня день выдался среди вот такой мороси промозглости осенней сегодня я хочу вот все эти цветы сейчас вот показать все это цветение яркое насыщенное и подарить вам друзья на день учителя сегодня такой величайший праздник мы ведь все друг другу в жизни учителя самые настоящие каждый прям вот поближе давай к миотиде еще я вас поздравляю все мои люди дорогие потому что каждый из нас прикасается к душе другого и мы все друг другу накладываем отпечаток а значит показываем новый путь открываем что-то новое как во внешнем мире так и внутри себя всех с праздником с днем учителя с последними теплыми такими солнечными лучиками а дальше будут лучики но уже будут не такие теплые всем вам столько цвета красок чтобы запечатлелось это все в духе и чтобы на всю зиму хватило энергии и так вы на канале артсад манько на этом обзор завершаю с вами была татьяна до связи